Сегодня наш научно-исследовательский институт является ведущей научной организацией в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основными приоритетными направлениями деятельности нашего института является разработка специальной аварийно-спасательной и пожарной техники, экипировки пожарных спасателей. Разрабатываемая в институте специальная аварийно-спасательная техника сегодня применяется как в подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, так и за рубежом. В институте создана лабораторная исследовательская база, которая позволяет проводить исследования практически всех показателей безопасности. По итогам работы за 2020 год наш институт был награжден премией правительства в области качества. Одним из приоритетных направлений деятельности нашего института является разработка исследования средств индивидуальной защиты спасателей и пожарных. Наша экипировка должна соответствовать всем нормативным требованиям и должна быть устойчива к ряду опасных факторов. Это устойчивость к открытому пламени, высокой температуре, устойчивость к воздействию теплового потока, контакту с нагретыми поверхностями. Также она должна обладать высокими физико-механическими характеристиками. Это и разрывная нагрузка, сопротивление раздиранию, устойчивость к проколу, сопротивление порезу и имеется водонепроницаемость. Все эти требования заложены тем, что наша одежда, наша экипировка имеет комплексный уровень защиты. Она должна защищать от этих всех факторов. На данном полигоне создана эта лаборатория по испытанию средств индивидуальной защиты, в которой мы проверяем все эти показатели, мы моделируем реальные опасные факторы и оцениваем степень защиты и соответствие требований. Экипировка пожарных спасателей, к которым относятся средства защиты головы, рук, ног спасателей, также боевая одежда пожарных по многим параметрам не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам и превышает их. Основная задача и цель нашей работы – это создание такой экипировки, которая будет безопасна для наших спасателей, будет эргономична, будет комфортна и будет помогать им максимально эффективно реализовывать задачи по ликвидации ЧАЭС и спасению людей. Республика Беларусь является производителем пожарной и спасательной техники. В настоящее время, членная разработка и постановка модельного ряда основных пожарных автомобилей, это несколько десятков единиц, активно ведется разработка и постановка высотной пожарной и спасательной техники. Это пожарные автолестницы и коленчатые подъемники. Вся пожарная и спасательная техника предназначена прежде всего для спасения людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций пожаров. Но одновременно с этим она должна быть маневрена, эргономична и безопасна как для спасаемых, так и для спасателей. Именно на это и направлены все те основные работы и мероприятия, которые мы проводим на всех этапах, начиная от разработки и постановки стандартов, формулирования технических требований, конструирования совместно с предприятиями и организациями, как частными, так и государственными, научными предприятиями и организациями, а также при проведении испытаний. Мы проводим контроль более чем по 300 показателям. В ходе проведения испытаний мы контролируем такие показатели, как развесовки, в том числе, если передняя ось не догружена, то уменьшается контакт с дорогой, нарушается управляемость и устойчивость по бортам и осям развесовки, производительности насосной установки, статическую и динамическую устойчивость на различных уклонах с различными нагрузками, освещенность в отсеках, усилия на органах управления, давление насоса, производительность масса-масса параметров, которые все позволяют проконтролировать на этой площадке. Здесь у нас три площадки, одна наклонная для имитации уклона на 6 градусов, для испытаний высотной пожарной спасательной техники, открытый водоисточник для определения и контроля параметров насосной установки и закрытая лаборатория для проведения различных лабораторных исследований, которая позволяет также разложить не только основную пожарную спасательную технику, но и высотную практически до высоты 20-25 метров. Пожарные автоцистерны могут вывозить и 5, и 8, и 10, и даже 12 тонн воды, что позволяет тушить практически любой пожар буквально с колес, не устанавливая машину на водоисточник, не подключая ее к дополнительному какому-то источнику воды. Все машины обладают высокой проходимостью на полноприводных шасси, изготовлены по самым современным технологиям с применением современных надежных долговечных материалов. Срок эксплуатации увеличен практически до 30 лет. Благодаря современным технологиям, благодаря тому, что максимально учитываются все требования, как наших спасателей пожарных, так и существующие мировые требования в части безопасности, технических характеристик, время следования к чрезвычайной ситуации, время ликвидации чрезвычайной ситуации, время спасения значительно уменьшилось. То есть скорость и эффективность работы пожарных спасателей возросла. Мы максимально совместно с предприятиями стараемся учитывать потребности наших спасателей пожарных, наших подразделений и учитывать их как в конструкции, так и в требованиях межгосударственных стандартов, которыми мы либо являемся непосредственно разработчиками, либо участвуем в разработке и согласовании, в том числе на международном уровне. Испытательный исследовательский полигон входит в состав Центра испытаний научно-исследовательского института. Направлениями деятельности полигона являются испытания средств первичного пожаротушения, испытания строительных конструкций по определению пределов огнестойкости и классов пожароопасности, испытания элементов систем вентиляции, это клапаны, воздуховоды, вентиляторы дымоудаления. В настоящее время на полигоне испытаний проводится порядка тысячи испытаний по определению пределов огнестойкости строительных конструкций и классов пожарной опасности. Поэтому каждый день у нас идет плодотворная работа по испытаниям. Порядка четырех испытаний они проводятся ежедневно. Это и какие-то элементы покрытия, заполнения противопожарных преград, светопрозрачные конструкции, огнетушители и все, что с этим связано. Испытания, проводящиеся на испытательно-исследовательском полигоне, прежде всего необходимы для определения в фактических пределах нестойкости тех элементов строительных конструкций, которые найдут широкое применение на объектах строительства Республики Беларусь. Причем номенклатура применения этих конструкций в зданиях, которые сооружаются, достаточно широкая. Это и какие-то производственные здания, это и жилищный фонд, и социальная направленность здания. Все это предварительно рассчитывается, вкладывается в специальные нормы, на основании которой определяются пределы огнестойкости для того-либо иного элемента. И здесь мы проводим натурные испытания. Прежде всего это нужно для того, чтобы в случае возникновенной чрезвычайной ситуации обеспечить то необходимое время, которое нужно для ликвидации чрезвычайной ситуации, прежде всего произвести эвакуацию людей, находящихся в объекте, и как можно более сократить потери от пожаров, которые происходят на тех или иных объектах. Наш институт занимается испытанием пенопрозователей, которые широко применяются на предприятиях нефтепрерабатывающей и химической промышленности, а также при ликвидации дорожно-трастных происшествий нашими предразделениями. После того, как пенопрозователь пройдет лабораторные испытания, в лаборатории он проходит натурные на испытательном и сельском полигоне. Испытание заключается в следующем. Поджигается ликвидация жидкость и максимально имитируется реальная ситуация, которая возникает на пожаре. Жидкость разгорается в течение двух минут, потом тушится в течение двух минут. Это проводится для того, чтобы быть уверенным в его качестве и в дальнейшем использовать его при тушении, как на объектах хозяйствования, так и в подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям. Центр разработки автоматических средств обнаружения и ликвидации чрезвычайных ситуаций занимается, во-первых, реализацией и участием в научно-исследовательских работах по разработке, оценке эффективности и совершенствованию средств обнаружения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И вторая задача – это проведение испытаний сертификационных и поисковых испытаний. Мы проводим испытания средств обнаружения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это будь то средства пожарной автоматики, это извещатели, оповещатели, приемно-контрольные приборы, либо средства тушения – это оросители, узлы управления установок пожаротушения, модулей порошкового, газового, тонко распыленной водой модулей, затворы, задвижки, баки дозатора. Данная продукция, испытываемая у нас, как правило, потом получает сертификат соответствия на соответствие требований 43-го регламента и применяется на всех объектах строительства, в том числе на торговые центры, спортивные сооружения, зрелищные сооружения, жилые дома, промышленные предприятия. Испытания подтверждают эффективность применяемых на объекте средств обнаружения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для первоочередной ликвидации, для минимизации ущерба, ну и, естественно, спасение человеческой жизни. Центр постоянно модернизирует свои испытательные установки. В настоящий момент разработан аппаратно-программный комплекс, который позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и получить более точный результат при испытании оросителей пожарных на любой высоте.